Им по 10-12 лет, но в футболе они знают толк. Воспитанники детско-юношеского физкультурно-спортивного центра с достоинством представили наш город на турнире, который проходил с 23 по 29 августа в Ольгинке. Этим юным спортсменам удалось завоевать кубок и награды высшей пробы. Два спортсмена были отмечены званиями «Лучший игрок» и «Бомбардир». Кроме того, каждый из ребят получил первый юношеский разряд. Эта победа в списке футболистов далеко не первая. Этот год начался очень удачно у нас. Первый январский турнир мы выиграли команду 2003 года. В Дагомысе турнир проводился. Потом у нас проводился турнир Бубукина. Команда тоже заняла первое место. Чемпионат города идет до сих пор. Наша команда возглавляет турнир на таблице. Там порядка 16 команд. Сейчас юные футболисты готовятся сыграть в кубке Южной столицы, которая пройдет в Дагомысе. До этого турнира ребята представят наш город в Новороссийске. И, как отметил во время встречи глава города Анатолий Пахомов, вся надежда на развитие сочинского футбола и его достойного будущего сейчас лежит именно на них. Нам надо создать футбольную команду мастеров из настоящих патриотов местных, то есть из вас. Поэтому надежда только на вас, как вы понимаете. Мы строили новые спортивные комплексы, создавали базы не только, скажем, олимпийских игр, но и спортивные комплексы в той же Лазаревке, создавали школы, и в том числе школу футбола. И город, где будут проходить игры чемпионата мира по футболу в 2018 году, конечно же, должен иметь хорошую футбольную команду. Самое главное – это свой город не подвести, а прославить его, правильно? Чтобы говорили, а это команда Сочи. Поэтому мне, конечно, хочется вас поздравить, прежде всего, с теми результатами, которыми вы достигли, и сказать, что ваши победы очень важны для города. Пока же ведущей футбольной команды у города нет, поэтому во время вручения благодарности каждому игроку мэр попросил не сдавать позиции, а добиваться еще больших успехов на стадионах. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ